Друзья, привет! Hi! У меня появилась отличная мысль записать в видеокурс про английские слова, и мы с вами пройдем 10 тысяч английских слов с транскрипцией и примерами. И в каждом видео у нас с вами будет по 100 слов. Мы будем с вами разбирать по 100 слов. Плейлист 10 тысяч английских слов. Мы его обязательно завершим в ближайшее время. Поэтому, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Получайте данные видео первыми, данные видео уроки первыми. И, конечно, кому нравится идея данного видео, само видео просьба поставить лайк. И, конечно, смотрите данное видео до конца. Оно будет максимально информативным и полезным. Я постараюсь. И, конечно, также жду ваших комментариев по поводу следующих тем для видеокурса. То есть мы будем с вами как раз записывать данный плейлист, но в промежутках я буду публиковать видеокурсы под темы, которые вы им не назовете. И как раз вот это видеокурс по заявке многих, поэтому мы его сразу вот и публикуем. Итак, начнем. Let's start. I think that we are ready. Я думаю, что мы готовы. Действительно, мы в прекрасном настроении. И давай с вами это сделаем. Итак, English. English переводится как английский. Например, я говорю по-английски. I speak English. I speak English. I speak English. Или я могу говорить по-английски. I can. I can speak English. I can speak English. Ну, можно добавить very well. I can speak English very well. И вопрос. Ты говоришь по-английски? Do you speak English? Do you speak English? Ты говоришь по-английски? Do you speak English? Или также можно вопрос задать с помощью can. Can означает мочь, уметь. Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? Итак, English – это английский. Speak – это говорить. Да, если вы можете говорить, например, на каком-нибудь другом языке. I speak. For example, например, I speak Spanish. Я говорю по-испански. Есть ли кто по-испански говорит? Я думаю, да. I speak Spanish. Далее там I speak. Я говорю по-русски. I speak Russian. I speak Russian. И можно такой комментарий добавить. I'm from Russia. Я из России. I'm from Russia. I speak Russian. I'm from Russia. Далее. Understand. Очень нужное слово. Understand. Означает понимать. Understand. У нас все с вами, видите, выделено. Поэтому давайте как раз и выделим с вами все. Understand. Понимать. Я понимаю тебя. Это прекрасно. Действительно прекрасное чувство, когда вы понимаете английский язык. It's wonderful. Это прекрасно. It's really wonderful. Это действительно прекрасно. I. Я думаю, что вы с уверенностью можете сказать. I understand. I understand you. Я понимаю тебя. I understand you. Я понимаю тебя. Это действительно прекрасно. It's wonderful. It's wonderful. Wonderful – это прекрасно. И вопрос. Ты меня понимаешь? Может вас кто-то спросить в разговоре. Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? Итак, прекрасно. English. Speak. Understand. I speak English. I can speak English very well. Do you speak English? Can you speak English? I speak Spanish. I speak Russian. I'm from Russia. I understand you. It's wonderful. Do you understand me? Мы с вами разбираем не просто английские слова, а поверхность. Знаете, когда вот слово и перевод. Я так не люблю. Я привык делать все качественно. Чтобы это вот отложилось по полочкам, чтобы мы все это в голове запомнили с вами. Поэтому, если вы хотите запомнить английские слова, нужно их обязательно разбирать в контексте с примерами, что мы с вами и делаем. Поэтому обязательно смотрите видео до конца. Будет много полезнейших примеров. И, конечно, жду каких-то ваших комментариев, лайков, пожеланий. Всегда с вами на связи. Все комментарии, все сообщения читаю. Окей. Let's go. Давай с вами продолжим. Итак, очень нужные слова. Yes. Yes означает да. Yes. Ну, к примеру. Do you speak English? Вас спрашивают. Do you speak English? Do you speak English? И ответ, соответственно, yes. Можешь сказать yes или no. В принципе, на любой вопрос можно ответить кратко yes или no. Yes означает да. No означает нет. Do you speak English? Yes. No. Например, ты из... Вас спрашивают. Are you from... Ты из... Are you from Russia? Ты из России? Are you from Russia? Yes. Или, соответственно, no. Это все допускается. Также, пока не забыл, есть очень хорошая новость. Мы с вами разбираем видеокурсы английского языка. И в скором времени у вас появится отличная возможность сделать дополнительные упражнения как раз на все видеокурсы. Будут дополнительные видео каждому видеокурсу, где буду раскрывать некоторые секреты, дополнительные моменты, как все это лучше запомнить. Поэтому ждите, скоро выйдут как раз эти все упражнения на отдельном сайте. Thanks for watching. Спасибо вам за то, что смотрите. Okay. Okay. Next. Are you from Russia? Yes. No. Далее мы с вами разбираем личные местоимения. I. I означает я. I. Да, I – это я. И можно сказать, что, например, я делаю. Там, I live. Я живу. Там, я живу в Калифорнии. I live in California. I live in California. Далее. Можно говорить про себя, что мне нравится, что я люблю делать. Например, I. Или просто, что вы повседневно делаете. I go to work. Я хожу на работу. I go to work. Я изучаю английский. I study English. I study English with you. Я изучаю английский с тобой. И действительно, это замечательно слышать такие слова. I study English with you. Потому что раньше я как бы помогал людям, нескольким людям. Как прекрасно помогать многим людям. Really, that's great. It's a wonderful feeling. Это прекрасное ощущение. It's a wonderful feeling. Really. Действительно, I study English with you. Но не просто изучаю. Изучать можно по-разному. Мы с вами добавим. I study English with you with great pleasure. With great pleasure. I study English with you with great pleasure. Okay, so, yes, no, I. Do you speak English? Yes, no. I from Russia. Yes, no. I live in California. I go to work. I study English with you with great pleasure. И мы с вами далее перейдем к следующим словам. Really, that's great. Да, друзья мои, мы с вами двигаемся дальше. Итак, следующее слово. We. We означает как мы. Например, нам нравится английский. Когда мы говорим о слове like, на русском мы говорим нам нравится. Но с like мы должны использовать именно личные местоимения. То есть мы с вами говорим мне нравится, а в английском мы ставим личные местоимения я. I like. Например, I like English. Я думаю, это очевидно. I like English. I like English. It's... Так будет очевидно. Вспоминаем. Это будет obvious. It's obvious. I like English. It's obvious. I'm sure. Я уверен. I'm sure you can see it. I'm sure you can see it. Я уверен, вы можете это видеть. I'm sure you can see it. Также вы можете сказать we like English. Нам нравится английский. We like English. И вопрос. Тебе нравится английский? Do you like English? Do you like English? Тебе нравится английский? Do you like English? Конечно. Конечно. Yes. Или можно сказать не просто yes. Можно сказать suddenly. Suddenly означает конечно. Я знаю, что в основном многие проходят слово of course. Выражение. Of course. Suddenly означает то же самое, что of course. Suddenly. or of course. Итак, they – это они. Например, they – они учатся в школе. They study at school. Итак, повторим. We, you, they. I like English. It's obvious. I'm sure you can see it. We like English. Do you like English? Certainly. Of course. They study at school. Итак, двигаемся дальше. He переводится как он. Например, он живет в России. He lives in Russia. He lives in Russia. Он живет в России. She – она. Она работает очень усердно. She works. She works very hard. She works very hard. Very – очень hard, усердно. She works very hard. It означает как это. It is very interesting. Это очень интересно. It's very interesting. Или, например, это хорошая идея. It's a good idea. It's a good idea. Хорошая идея – записать данный видеокурс. It's a good idea to record this video course. It's a good idea to record this video course. Я думаю, да. И спасибо вам за вашу поддержку, за то, что поставили лайк, что смотрите видео до конца, что подписались, что ждете нового, много чего. Я постараюсь, кажется, выложиться на 100%. It's a good idea to record this course. Окей. Сами дайте повторим. He – she – it. He lives in Russia. She works very hard. It is very interesting. It's a good idea to record this video course. Далее, очень нужное слово – want. Want – означает хотеть. Я хочу – это I want it. Я хочу говорить по-английски очень хорошо. Want – это хочу говорить speak. Если у нас есть два глагола, после want мы ставим как раз to. Мы их делаем с помощью to. Want to. I want to speak English. Я хочу говорить по-английски. I want to speak English very well. I want to speak English very well. Go – идти. Пошли. Конструкция let's. Let's go. Пошли. Let's go. Let's go. Я хожу на работу. I go to work. I go to work. Кто-то скажет I go to school. I go to school. Кто-то скажет я хожу в университет. I go to university. I go to university. Ну, что касается меня, наверное, для меня подходит I go to work. Я хожу на работу. And I go to university. Я работаю в университете преподавателем. And I go to work. Я хожу на работу. Go to school. No. Нет. I don't go to school. Я не хожу... Of course. Конечно. Of course. I don't go to school. Я не хожу в школу. I go to work. And I go to university. Окей. И очень полезное слово это see. See переводится как видеть. I see. Я вижу. I see it. Я вижу это. I see it. Также see означает понимать. Если мы скажем I see, означает, как я вижу. Это также может означать я понимаю. I understand. I see. Или I understand. Итак. Want. Go. See. I want it. I want to speak English very well. Let's go. I go to work. I go to school. I go to university. I see it. I see. I understand. Окей. Следующие очень важные глаголы. Read. Читаю. Read. Болгий звук. Read. I read English books. Я читаю книжки по английскому. I read English books. Write. Писать. I write. Может быть, я часто пишу на английском. I often. Often. Это часто. Write. Писать. I often write in English. I often write in English. Travel. Travel означает путешествие. Travel. I often travel. Я часто путешествую. I often travel. Например, я хочу путешествовать по всему миру. Как мы с вами это скажем? I want to travel. I want to travel. Around the world. I want to travel around the world. Я хочу путешествовать вокруг света, по всему миру. I want to travel around the world. Так, read, write, travel. I read English books. I often write in English. I often travel. I want to travel around the world. И очень нужное слово traveling. Traveling означает путешествие. I like traveling. Мне нравится путешествие. И засловно или также путешествовать. I like traveling. Например, путешествие – это мое хобби. Traveling is my hobby. Traveling is my hobby. Right. Traveling is my hobby. Traveling is my hobby. Double B. Double B – двойной B. Traveling is my hobby. I like traveling. Traveling is my hobby. Далее, многозначное слово get означает получать. Основное значение. I get – я получаю. Я получаю хорошую зарплату. I get a good salary. Good – хороший. Salary – заработная плата. I get a good salary. Также есть специальное выражение из get. Например, такое выражение, как get up. Очень часто используется. I get up. Get up – переводится как вставать. Это фразовый глагол. У нас там есть плейлист. Называется «200 фразовых глаголов». Самый популярный. Потом менее. Смотрите и тренируйтесь. I get up very early. Я встаю очень рано. I get up very early. И know. Know означает знать. Например, I know. Я знаю ответ. I know the answer. I know the answer. Или, честно говоря, я не знаю это. I don't know. I don't know. Я не знаю. I don't know. I don't know. Обычно, если немедленно мы произносим, говорим I don't know. А если быстро – I don't know. I don't know. I don't know. На самом деле, англичане говорят быстро, но все постепенно. Шаг за шагом. Вначале мы с вами сто слов разберем, потом еще сто. Все потихонечку и постепенно. Для лучшего усвоения. Далее, следующие слова. Я думаю этот урок очень интересный. Я думаю так. I think so. Что ты думаешь об этой проблеме? Как мы с вами скажем? Далее, come. Для многих любимый глагол come – приходить. Потому что он часто используется. Come to me. Иди ко мне. Come to me. Oh, what? Sorry. Come to me. Come to me. Приводится как приходить. Иди ко мне. Come to me. Use. Использовать. Чем мы можем пользоваться? Что мы можем использовать? Конечно, интернетом. Я хочу вам сказать. I want to tell you. Want. Я хочу tell. Сказать. I want to tell you. Я хочу вам сказать. I want to tell you that. Что? I use. Что я использую. That I use the internet. Что я пользуюсь интернетом every day. I want to tell you. That I use the internet every day. Итак. Think. Come use. I think this lesson is very interesting. I think so. What do you think about this problem? Come to me. I want to tell you that I use the internet every day. Why not? Почему нет? Это очень полезно. Ну, каждый может по-разному использовать. Для меня это очень полезно. Я думаю, для вас, когда смотрите данное видео. Итак, сейчас мы с вами далее продолжим. И мы с вами продолжаем. Итак, следующее слово. Have. Have означает иметь. Например, I have. У меня есть. I have a house. У меня есть дом. I have a house. Он скажет. I have a flat. У меня есть квартира. I have a flat. Например, у меня есть брат. I have a brother. I have a brother. Вот тут и скажет. I have a sister. Сестра. I have a brother. I have a sister. И, соответственно, has. Когда мы говорим he, she, it, то мы используем не have, а has. И, к примеру, у него есть. He has free time. У него есть свободное время. He has free time. She has. У него есть. She has. У него есть эта книга. She has this book. She has this book. Окей. Have, has, be. I have a house. I have a flat. I have a brother. I have a sister. He has free time. She has this book. Next. Am, is или are. Значит, это формы глагола to be. В настоящее время называется present simple. В простом настоящем времени. Если у нас с вами есть такое общее правило, что если нет глагола, то мы используем форму глагола to be. К примеру, это интересно. Это it, interesting, интересно. Но глагола нет в предложении, поэтому мы должны с вами использовать форму глагола to be. Значит, am, соответственно, используется с I. I am. Is. Когда у нас he, she, it. He, she, it. А are. Мы с вами используем are. Долгий звук двоеточие означает долгота звука are. Are мы используем, когда we, you или they. We, you, they. Соответственно, it значит is. Получается it is interesting. Например, я дома. I, дома. Ой, sorry. I, я. Я уже думаю о следующем. At home, дома. Получается I am. I am at home. Далее. Мы счастливы. Мы счастливы. We – это мы. Счастливы. Happy. We happy. Но так сказать нельзя. Нужно добавить именно форму глагола to be. We are happy. We are happy. Или мы так счастливы. We are so happy. Мы так счастливы, что мы вместе. We are so happy that we are. Опять же, видите. We are together. We are so happy that we are together. Мы так счастливы, что мы вместе. We are so happy. Дальше, ребятки, действительно, вместе мы сила. И мы с вами совершенствуем английский язык. Окей. So. I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Present simple. It is interesting. I am at home. We are so happy that we are together. Далее. Not. Означает отрицание. Соответственно, мы с вами говорили I am at home. Я дома. Как образовать отрицание? Мы просто добавляем not. И получается I am not. Есть у нас форма глагола to be, am, is или are. То мы с вами добавляем not для отрицания. I am not at home. I am not at home. Мы на работе. We are at work. Мы не на работе. We are not at work. We are not at work. Или также мы можем использовать краткую форму are. We are not at work. We aren't at work. Далее. And. Переводится как и. Мне нравится. I like. Мне нравится, например, сыр и рыба. I like cheese. I like cheese and fish. I like cheese and fish. But. Переводится как но. Например. I learn English. Я изучаю английский. But. Но. I learn English. But my progress. Но мой прогресс медленный. But my progress. Progress означает медленный. But my progress is slow. Но мой прогресс медленный. I learn English. But my progress is slow. Ну что ж. Мы это с вами исправим. Так. Потому что вы на данном канале. На канале English Galaxy. Действительно я думал, как назвать данный канал. Хотел. Хотел, чтобы действительно был мега канал. Необыкновенный. Что такое космическое. И вот действительно English Galaxy. Вы на канале English Galaxy. И мы сразу быстро устраняем такого рода проблемы. Ликвидируем такого рода пробелы. И. Your progress will be very rapid. Rapid это быстрый. Используется как раз с progress. Устающий выражение. Rapid progress. Быстрый прогресс. I learn English. But my progress is slow. It was. Это было. But. Но сейчас все изменилось. С данным видеокурсом. С данными видеокурсами. Итак. Значит. Not and but. I am at home. I am not at home. We are at work. We are not at work. We aren't at work. I like cheese and fish. I learn English. But my progress is slow. Далее. A. И означает. Это артикль. Используем перед единственным числом. Например. I am a teacher. Я учитель английского языка. Он просто я учитель. I am a teacher. I am a teacher. Далее. I am a teacher. Далее. This is. Это книга. This is a book. Это книга. То есть, если единственное число. В первый раз что-то употребляем. То мы с вами, как правило, используем артикль a. Если начинается на гласный звук, то не a, а an. Например. Яблоко. Это будет apple. Apple. Соответственно. This is an apple. Начинается на гласный звук. Поэтому мы создаем артикль a. И также the. Когда уже у нас что-то конкретное. Мы употребляем обычно второй раз. Обычно мы используем the. Например. I have. У меня есть. I have a house. У меня есть дом. I have a house. The house is very big. Дом очень большой. То есть, the часто употребляется значение этот. Но вообще, что касается артиклей, самое главное просто смотреть, слушать. И вот эти устойчивые фразы, где a, где d, будут запоминаться. И все это будет на автомате. Но, тем не менее. Значит. И также would. Would означает бы. Например. I would like. Я бы хотел. I would like a cup of tea. Я хотел бы чашечку чая. I would like a cup of tea. Ну, на ночь, как говорится, есть вредно. Сейчас уже час ночи. Такое самое плодотворное время. Или рано утром, или ночью. Поэтому на ночь не буду ни пить, ни есть. Потому что давайте без чая. Ну, а вы, конечно, как хотите. I would like a cup of tea. Я хотел бы чашку чая. I would like a cup of tea. Или также можем использовать сокращенную форму. I'd like. I'd like a cup of tea. I'd like a cup of tea. Итак. A, the, would. I'm a teacher. This is a book. This is an apple. I have a house. The house is very big. I would like a cup of tea. I'd like a cup of tea. Далее. Like. Примерно, как нравится. Мы уже с вами это проходили. I like. Например. I like your channel. Мне нравится твой канал. I like your channel. И частая фраза. It's very interesting. Это он очень интересный. It's very interesting. I like your channel. It's very interesting. И не просто интересный. Я думаю. It's very interesting and useful. Полезный. I like your channel. It's very interesting and useful. Channel English Galaxy. Итак. In означает в. Это в коробке. It's in the box. It's in the box. It's in the box. On. Если мы с вами скажем. It's on the desk. Это написано на столе. It's on the desk. Написано на столе. Итак. Like. In. On. I like your channel. It's very interesting and useful. Yeah. That's great. Это прекрасно. It's in the box. It's on the desk. Далее. To. At. И for. У to несколько значений. Значит. To. Вообще. Употребляется с глаголами движения. Например. Иди в школу. Go to school. Go to school. Видите, что go, идти. Указывает куда. Go to school. Там я хожу. Мы с вами разбирали. I go to work. Я хожу на работу. I go to work. Или мы с вами помните. Разбирали. Come to me. Опять же. Иди ко мне. Come to me. Ко мне направленность. Come to me. Также to означает, чтобы. I study English. Я изучаю английский. I study English. Для чего вы изучаете английский? Но кто-то для удовольствия. Например. I study English for pleasure. For pleasure. I study English for pleasure. Я изучаю английский для удовольствия. А кто-то скажет. I study English. Я изучаю английский. I study English для того, чтобы to find. Чтобы найти более лучшие работы. To find a better. Better – это лучшее. To find a better job. Ну что ж, я вам этого желаю. Я желаю, чтобы вы были успешными. Что у вас все жизни было хорошо и прекрасно. И действительно, английский может помочь вам в том, что у вас зарплата была большая. Что вы были более успешными. I study English to find a better job. Или просто для удовольствия. For pleasure. Or for other purposes. Или для каких-то других целей. I don't know. Я не знаю. Итак. At. At. Несколько значений. Обычно отправляются с временем. Например. Мы с вами разбирали. Get up. Вставать. I get up at 7 o'clock. Я встаю в 7 часов утра. I get up at 7 o'clock in the morning. I get up at 7 o'clock in the morning. И также выражение. At home. Дома. At work. At school. На работе. Сами эти выражения. И пропишем, чтобы ничего не забыть. То есть, мы можем сказать. I'm. Я. И вспоминаем эти выражения. I'm at home. Я дома. Далее. I'm at school. Я в школе. I'm at work. School. Sorry. I'm at work. Я на работе. Вот такие полезные выражения. И for. Для. This is for you. Это для вас. This is for you. Действительно, этот видеокурс для вас. This видеокурс. This video course. This video course is for you. Данный видеокурс для вас. Video course. This video course is for you. Я не жалею ни времени, ни сил. Все для вас. Everything is for you. Все для вас. Все лучшее для вас. Итак. 2 at 4. Go to school. Go to work. Come to me. I study English for pleasure. I study English to find a better job. I get up at 7 o'clock in the morning. I'm at home. I'm at school. I'm at work. This is for you. This video course is for you. Right. Верно. Окей. Далее. With. With означает с. Я с вами. I'm. I'm with you. I'm with you. Я с вами. I can help you. Я могу вам помочь. I can. I'm with you. I can help you. I can help you. На самом деле некоторые предвзято относятся к онлайн-обучению, дистанционному обучению, но я думаю за этим будущим. В принципе, какая разница, что ты сидишь, не знаю, там, на лекции смотришь или что это просто запись и все то же самое. Только здесь можно сделать очень и очень качественно, продуманно и в видеопрезентации. Мне кажется, это очень удобно. I think that you'll support me. Думаю, вы меня поддержите в этом. I'm with you. I can help you. That означает что основное значение. I know. I know. Я знаю, что. I know that. Я знаю, что вы. I know that you like English. Я знаю, что вам нравится английский. Ну, давайте, чтобы не повторяться. Like, like, like. Лайки у нас одни. Мы скажем, I know that you need English. Я знаю, что вам нужен английский. I know that you need English. Далее, do означает делать. Do означает делать. I do it very well. Я делаю это очень хорошо. I do it very well. I do it very well. И также do появляется в вопросах. Do you know it? Do you know it? Ты знаешь это? Do you know it? И вот во времени present simple, если мы с вами говорим про время present simple, мы с вами же говорили, простое настоящее время, present simple, то у нас с вами в вопросах, вверху это тоже было present simple, но у нас с вами в вопросах ставится do с глаголами. И если у нас, соответственно, когда у нас с вами управляются do в вопросах, мы с вами сделаем небольшой такой конспектик. do, если у нас do I, do you, do we, do they, ну, например, я делаю это хорошо. Do I do it well? Do I do it well? Я делаю это хорошо. Do you do it well? Ты делаешь это хорошо. Do we do it well? Мы делаем это хорошо. Do they do it well? Они делают это хорошо. Do you know it? Ты знаешь это? Соответственно, если у нас остальное, то he should eat, то мы используем с вами уже не do, а does. Но об этом на следующем слайде поговорим. Давайте еще раз. With that do. I'm with you. I can help you. I know that you need English. Present simple. I do it very well. Do I do it well? Do you do it well? Do we do it well? Do they do it well? Do you know it? Соответственно, does мы используем в вопросах. Если he, she, it, does he, she, it, мы используем в вопросах. Does he know it? Он знает это. Does he know it? Does she know it? Does it know it? Ну, сид, наверное, не очень удачный пример. Но на самом деле суть понятна. Does he know it? И does she know it? Это часто происходит. Does it? Чтобы примеры были максимально реалистичные, правдоподобные. Does it often happen? Does it often happen? То есть, do, does у нас с вами используются вопросы с глаголом do. Когда мы с вами разбирали I, we, you, they. Does, когда he, she, it. И также если мы говорим про утвердительные предложения, то есть, present simple. Давайте поставим утверждение, знак плюсик. Соответственно, если I, если у нас просто глагол делать, do, то мы с I, we, you, they используем do. I do my homework. Я делаю свою домашнюю работу. I do my homework практически каждый день. Almost every day. Almost every day. Если he, she, it, то мы с вами используем does. She does it. Она делает это прекрасно. She does it perfectly. Perfect, прекрасно, perfectly, прекрасно. She does it perfectly. Итак, so, does, does he know it, does she know it, does it often happen? Present simple. I do my homework almost every day. She does it perfectly. Make. Часто бывает в свое выражение делать ошибки. Например, he often, он часто делает ошибки. He often makes mistakes. He often makes mistakes. Если нам нужно делать отрицание, то мы с вами используем или don't, или doesn't. Также по аналогии I, we, you, they – это don't. Например, I don't know it. Мы с вами это разбирали. I don't know it. Я не знаю это. I don't know it. Или просто I don't know. Я не знаю. I don't know. Проще, да? I don't know. Я не знаю. Значит, все равно с вами закрепим. Итак, does make don't. Does he know it? Does she know it? Does it often happen? Present simple. I do my homework almost every day. She does it perfectly. He often makes mistakes. I don't know. Если he, she, it, то doesn't. Например, he doesn't go. Он не ходит в университет. He doesn't go. He doesn't go to university. Он ходит. He goes to work. Он ходит на работу. He goes to work. He doesn't go to university. He goes to work. Далее, what означает что. Например, what do you know? Что ты знаешь? What do you know? Что ты знаешь? What do you know about that? Что ты знаешь об этом? What do you know about that? И what означает какой. Например, какие? What books? Какие книжки вы читаете? What books do you read? What books do you read? Или можно сказать также, какого рода книги вы читаете? Какого рода это выражение? What kind of books do you read? И, конечно же, where. Где? Where is it? Где это? Where is it? Там, где ты живешь? Where do you live? Where do you live? Где ты живешь? Where do you live? Некоторые меня спрашивают, ты носитель языка? Я говорю, нет, я не носитель языка. Я живу в России. Я живу в Москве. I live in Moscow. Но я знаю английский как носитель языка. I live in Moscow. И также могу его, мне кажется, достаточно умело преподавать. В чем вы сами, как бы, вы это наглядно видите. Where do you live? I live in Moscow. Итак, so, doesn't what wear? He doesn't go to university. He goes to work. What do you know about that? What books do you read? What books do you read? Where is it? Where do you live? I live in Moscow. Далее, why. Why означает почему. Why do you study English? Почему ты изучаешь английский? Why do you study English? Why do you study English? Далее, how. Как? Как ты? How are you? How are you? How are you? Да, как ты? Ответ fine. Fine, thanks. Спасибо. Все хорошо, спасибо. Fine, thanks. Далее, and you. А ты? Fine, thanks and you. У меня тоже все в порядке. У меня все хорошо. I'm fine, too. I'm fine, too. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, too. И, соответственно, much. Much означает много. Соответственно, часто такой вопрос задаем. How much? Как много это? How much is it? Как много это? Переводится, сколько это стоит. Также, если мы хотим спросить, сколько это стоит, есть другой вопрос. How much? Можно спросить, how much is it? Или, how much does it cost? Как много это стоит, дословно? То есть, сколько это стоит? How much does it cost? Или, у меня нет... Например, у него нет много денег. He doesn't have... He doesn't have... Much money. He doesn't have much money. Что касается don't, doesn't и других конструкций, у нас с вами есть отличный видеокурс. Называется «Английский язык для начинающих и продолжающих». Это очень интенсивный курс. Четырехчасовой мы подробно с нуля буквально все разбираем по полочкам. Также по грамматике есть курс 150 английских конструкций. Так что смотрите другие видеокурсы и освежайте все в памяти. Why, how, much? Why do you study English? How are you? Fine, thanks. And you, I'm fine too. How much is it? How much does it cost? He doesn't have much money. Соответственно, much – это перенесчисляемый. Например, как money, much money. Many – перед исчисляемыми. Many. Например, she doesn't have. У нее нет много друзей. She doesn't have many friends. She doesn't have many friends. She doesn't have many friends. Have – мы с вами говорили, что имею. Had – это прошедшая форма. Например, I had – у меня было 100 долларов. I had 100 долларов. И did. Значит, у did есть несколько значений. Did – это прошедшая форма от do – делать. Например, I do it well. Я делаю это хорошо. I do it well. Did – это прошедшая форма. I did it well. Переводится «я сделал это хорошо». Есть глаголы «правильные», есть «неправильные». Когда мы с вами говорим о прошедшем времени, о времени present simple – это настоящее время, а вот past simple – это прошедшее время. Past simple. Когда мы говорим о прошедшем времени, нам нужно использовать вторую форму глагола. Если глагол правильный, мы добавляем «иди». Например, I work – я работаю. Если я работал, то будет I worked. Добавляем «иди». Если глагол неправильный, то это нужно форму узнать наизусть. Мы берем ее из таблицы неправильных глаголов. У нас с вами есть замечательный видеокурс. Называется «Топ 100 неправильных глаголов». Мы разбираем там, вначале, самые популярные глаголы, неправильные, потом «менее-менее». Формы разбираем. Обязательно посмотрите, изучите. И для вас все это будет легко. И вторая форма у «do» глагол «делать» – это «did». Получается «I did it well». И также «did» используется в вопросах для образования вопроса в прошедшем времени. Например, «Ты сделал это?» «Did you do it?» «Did you do it?» Далее, там можно спросить «Ты звонил ей?» «Did you call her?» «Did you call her?» И так далее. Итак, давайте с вами еще закрепим. «Many had, did». «She doesn't have many friends?» Помедленнее, что-то я разошелся. «She doesn't have many friends?» «I had $100». «I do it well?» «Посимпл» «I work». «I worked». «I did it well?» «Did you do it?» «Did you call her?» «Итак, я думаю, что видно все отлично». «Значит, мы с вами все разобрали». «Теперь мы можем смело идти дальше». Итак, следующие слова «say». «Say» переводится как «сказать». «Сказать», «говорить». «Say it again». «Скажи это еще раз». «Say it again». «Say it again». «Say» – глагол неправильный. Вторая форма «sat». Например, «he said it». «Он сказал это очень громко». «He said it very loudly». «Pay» переводится «платить». «I'll pay». «I'll» означает «будущее время», сокращено от «I will». «I'll pay for you». «Я заплачу за тебя». «I'll pay for you». «Не надо беспокоиться». «Don't worry». «I'll pay for you. Don't worry». «I'll pay for you. Don't worry». «This» означает как «этот». Например, «I like». «Мне нравится». «I like this idea». «I like this idea». Мы с вами говорили, что «that» означает «что». И также «that» означает «та». Если мы с вами скажем «I like that idea», просто «мне нравится та идея». «I like this idea». «Мне нравится эта идея». «Но мне не нравится та идея». «But I don't like». «Но мне не нравится». «But I don't like that idea». То есть «this» — это «этот», «that» — это «тот». Итак, «say», «pay this». «Say it again». «He said it very loudly». «I'll pay for you. Don't worry». «I like this idea», «but I don't like that idea». Или, в принципе, чтобы не повторяться, часто мы говорим «that one». Мы существительное заменяем на «one». «I like this idea», «but I don't like that one». Итак, далее «these» означает «эти». Соответственно, «I like», «мне нравится». «I like these lessons». «I like these lessons». Соответственно, если «мне не нравятся те уроки», вы можете сказать «I don't like». Ну, к примеру, какие-то вам уроки не нравятся. Вы можете сказать «I don't like those». «Those» — это «те». «I don't like those lessons». «I like these lessons». «I don't like those lessons». Итак, «from» приводится как «из». Очень часто вопрос «where are you from?» «Откуда ты?» «Where are you from?» «Where are you from?» «Where are you from?» «I'm from Russia. Я из России». Ну, я думаю, здесь, конечно, не только из России. Я думаю, из абсолютно разных стран. Здесь вы просто называете свою страну. «I'm from Russia». «Where are you from?» «I'm from Russia». Да, отлично. Итак, «these», «those», «from». «I like these lessons». «I don't like those lessons». «Where are you from?» «I'm from Russia». Далее «of». «Оф» на самом деле обычно используют в каких-то устойчивых выражениях. Например, «бояться» — это будет «afraid». Но «бояться чего-то» мы должны использовать «afraid of». Например, «she is afraid of». «Она боится». «She is afraid of him». «Она боится его». «She is afraid of him». Также, например, выражение «fond of». «Обожать». «I am fond of». «Я обожаю». «I am fond of English». «Я обожаю». «Английский «I» или по-другому можно сказать «I love English». «Я люблю английский». «I love English». «I am fond of English». «I love English». «Я обожаю». Это будет «enjoy». «I enjoy English». Это все сильнее, чем просто если бы мы сказали «I like English». Далее «my». Переводится как «мой». Значит, «this is my point of view». Это «моя точка зрения». «This is my point of view». «Your» — «твой». Соответственно, «this is your». «This is your». Это твоя книга. «This is your book». «This is your book». «Окей». «Of my your». «She is afraid of him». «She is afraid of him». «I am fond of English». «I love English». «I enjoy English». «This is my point of view». «This is your book». Далее «our» — «наш». «Это наш дом». «This is our house». «This is our house». «This is our house». «Their» — «их». «For example». «Their school». «Их школа». Ну, какой-то другой более удачный пример. «Their». «Их машина». «Машина». «Their car is very expensive». «Их машина очень дорогая». «Their car is very expensive». «Expensive» — это «дорогой», а «дешевый» — «cheap». «Their car is very expensive». И, конечно, я все записываю спонтанно. То есть, мне ничего не подготовлено. Единственное, я просто подготовлю слова и транскрицию. Все примеры я беру из головы. «Their car is very expensive». «Their car is very cheap». Далее «his» переводится «его». Например, «it's his». «Это его». «It's his idea». «Это его идея». «It's his idea». «Our», «their», «his». «This is our house». «Their car is very expensive». «Their car is very cheap». «It's his idea». «Her» переводится как «её». Например, «this is». «Это её». «This is her bag». «Это её сумка». «This is her bag». Это же «her» означает «ей». Например, «give it to her». «Дай» — это «ей». «Give it to her». «Give it to her». «It's». «Мы говорим о недошевлённых». Например, «сотрудники компании». «Соответственно, её сотрудники». «Но компания недошевлённая», поэтому «it». «It's employees». «The company» — «компания». «The company» — «компания очень успешная». «The company is very successful». «Success» — это «успех». «Successful» — «успешная». «The company is very successful». Значит, «its employees». «Её сотрудники». «Its employees» — «are». «Очень счастливы». «Its employees are very happy». «The company is very successful». «Its employees are very happy». «Me» — «мне». «Телли». 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 И обращаю внимание, что если it's без апострофа, то это означает его, ее, а не дошевленных Если с апострофом, значит это есть It's a good idea Это хорошая, совершенно разная уже конструкция It's без апострофа и it's Это форма глагола to be It is, мы с вами происходили Это, дальше мы говорим, что это Это хорошая идея, it's a good idea Или наоборот, вы так не думаете, вы говорите It's a bad idea Here, it's me This is her bag Give it to her The company is very successful It's in place, very happy Tell me about that problem It's a good idea, it's a bad idea Us, нам Соответственно, дай это нам Give it to us Give it to us Give it to us, please Please, give it to us, please Далее Следующее Them, им Принеси это им Bring it to them Bring it to them Принеси это им Bring it to them Там, him Даже ему, его Я видел его I saw him I saw him Yesterday I saw him Yesterday I saw him Yesterday Видите, у нас с вами подчеркнул, потому что повторяется Давайте с вами берем это Окей I saw him Yesterday Us, them, him Give it to us, please Bring it to them I saw him Yesterday Далее, очень полезное слово Near Около Например He is Он Он возле дома Около дома He is near the house He is near the house He is near the house As Имеет несколько значений As Часто используется в конструкции Что касается As for me Что касается меня As for me I enjoy Я обожаю преподавать английский As for me I enjoy teaching English Это никогда не скучно для меня It's never boring It's never boring Это никогда не скучно It's never boring for me As for me I enjoy teaching English It's never boring for me Также As используется В других конструкциях Например, такой же, как As For example This example И этот пример Is as good Такой же хороший Is as good as that one Такой же хороший, как и тот This example Is as good as that one И by имеет несколько значений Когда действие совершается кенту Мы Касто используем By Например The book Книга была написана им The book was written The book was written By Him Okay The book was written By Him Часами повторим Near As By He is near the house As for me I enjoy teaching English Right Да It's never boring for me Absolutely right Совершенно верно This example Is as good as that one The book was written By Him И у нас осталось Еще два рывка Мы с вами разберем Еще слова, чтобы Добраться уже до сотни Дершить сотню И дальше мы все с вами повторим Только на английском языке Окей Далее All Приводится как Все Все люди All people Know it Все люди знают это All people Know it Will Используют для образования Будущего времени Например I will do it Я сделаю это I will do it Will для всех листов I, will Не важно I will do it Делаем такую установку себе Я выучу английский I will learn English I will learn English Я выучу английский И этот канал поможет мне And this channel And this channel Will help me I will learn English And this channel Will help me Я уверен I'm sure I'm sure If Переводится как Если Например If I Study English Every day Если Я изучаю английский Каждый день If I study English Every day If I study English Every day Я чувствую Некоторые удовлетворения I feel I feel Some Как будет удовлетворение Это очень непростое слово Satisfaction I feel Some satisfaction Я чувствую Некоторые удовлетворения If I study English Every day I feel Some satisfaction Итак All Will If All people Know it I will do it I will learn English And this channel Will help me I'm sure If I study English Every day I feel Some satisfaction Далее Мы с вами берем Про want Мы с вами говорим Что will Используется Как раз Для будущего времени I will do it Или можно Использовать Краткую форму I'll do it I'll do it Или же Отрицание I will not do it I will not do it Или же сокращенно I want I want Do it I want I want Do it Я это не сделаю Далее Haven't И hasn't Когда используется Мы с вами говорили Что I have Переводится Как Я имею У меня есть I have A brother У меня есть Брат I have A brother Также можно Сказать С помощью Have Got I have Got A brother I have Got A brother Как мы с вами Делаем Отрицание Мы с вами Проходили Что делаем Отрицание С помощью Don't Или Doesn't Если I То Это Don't Получается I don't Have У меня нет Брата I don't Have A brother Также Это можно Делать С помощью Конструкции Have Got Если У нас Конструкция Have Got То Отрицание Как раз Будет I haven't Got I haven't Got A brother I haven't Got A brother Соответственно Если He She It То Это Hasn't Например У нее Нет Дома She Hasn't Got A House She Hasn't Got A House She Hasn't Got A House И Также Haven't И Hasn't Употребляется В некоторых Более сложных Временах Например Есть такое Время Которое Называется Present Perfect Мы с вами Также Разбирали Подробно Это время И Скоро У нас С вами Будет Видеокурс Времена В английском Азаке Также Present Perfect Например Он Не Сдел Это He Hasn't He Hasn't Done It Yet Yet Как раз Это Временной Указатель Данного Времени Present Perfect Временной Указатель Данного Времени И образование Hasn't Или Haven't И третья Форма He Hasn't Потому что He Hasn't Done It Yet Также Еще Употребляется В этом Времени Очень Часто Итак Won't Haven't Hasn't Hasn't I Will Do It I Will Do It I Will Not Do It I Won't Do It I Have A Brother I Don't Have A Brother I Have Got A Brother I Haven't Got A Brother She Hasn't Got A House Present Perfect He Hasn't Done It Yet Далее Didn't Didn't Нам нужно для отрицания в прошедшем времени У нас с вами есть глагол Например Go И хотим сказать Я пошел туда Используем вторую форму В прошедшем времени Past Simple Нужно использовать вторую форму I Went There I Went There Я пошел туда Чтобы сделать отрицание с глаголом Нужно уприть Didn't Получается I didn't Go There Я не ходил I didn't Go There Я это не делал I didn't Did I didn't Did Также есть глагол Быть Мы соответственно используем Или was Или were Я был там Значит I He She It I He She It Мы используем Was Я был дома I was at home Он был дома He was at home She was at home It was at home И так далее Есть отрицание То это wasn't Получается Я не был дома I wasn't at home He wasn't at home She wasn't at home It wasn't at home Если все остальное А именно We You They They То мы говорим Werent We weren't at home You weren't at home They weren't at home Это была не очень хорошая идея It wasn't It wasn't a very good idea It wasn't a very good idea It wasn't a very good idea Далее Следующие слова Up Down И разбираем дальше числительное Up Значит Верх Например He Он забрался He climbed up Он забрался Вверх на гору He climbed up the mountain He climbed up the mountain Далее Наши продажи выросли Our sales Went up Our sales went up Ну соответственно Down Переводится как вниз Например Их оборот упал Оборот Другими словами Выручка That Turn over Turn over Это такой термин В бизнес-английском Turn over Означает Оборот У нас С вами будет Видеокурс Как раз по бизнес-английскому По словам По бизнес-английскому Но это невозможно Без вашей поддержки Без ваших Лайков Комментариев Без вашего Саппорта Как говорится Без ваших Without It's impossible Это невозможно It's impossible Without your support Окей That turn over That turn over Went down И one Переводится как один I have У меня есть один вопрос I have one question В принципе Аналог Это артикль А Можно сказать I have one question Или сказать I have a question У меня есть вопрос I have a question I have one question I have a question Далее Соответственно Two Два Three Три Four Четыре Только кое-что разберем Ну например I have У меня есть две машины I have Two cars I have Two cars Не нужно путать Two Числительно И two Предлог I went To work Мы не путаем С вами Эти два слова Three Три Например I have У меня есть I have Three sisters У меня есть три сестры Не путаем Со словом Free Свободный I have no free time У меня нет свободного времени I have no free time Действительно Свободное время У меня большой напряг У меня нет другого времени Вот пока на данный момент К сожалению Как записывать эти видео Или рано утром Или ночью Сейчас в принципе Два часа ночи Но Еще надо это все Дозаписать Обработать Я думаю Я управлюсь К утру Итак I have no free time У меня нет свободного времени Действительно так Далее For Четыре Например He got a four Он получил четыре He got a four Оценка четыре Не будем путать с предлогом For This is for you Итак Повторим Two Three Four I have two cars I went To work I have three sisters I have no free time He got a four This is for you Далее Five I got a five Я получил пятерку I'm so happy I'm so happy I got a five I'm so happy Six Шесть Соответственно For example I have У меня есть I have six pens У меня есть шесть ручек I have six pens Seven Приводится как Семь For example This is number This is number seven Это номер семь This is number seven Можно сказать, что это мой любимый номер It's my Это моя любимая цифра This is my Favorite It's my favorite number Это мой любимый номер Это моя любимая цифра This is my favorite Number Ok So five Six Seven I got a five I'm so happy I have six pens This is number seven It's my favorite number А ваш Какой любимый номер? Ну, я боюсь угадать Вы можете сами написать В комментариях Итак И, конечно Еще числительные Некоторые другие Eight Восемь Nine Девять Ten Десять И number Переводится как число Соответственно Eight У меня I have У меня К примеру Восемь карандашей I have Eight Pencils I have Eight Pencils Най Найн Она сделала Девять ошибок She made She made nine mistakes She made nine mistakes Например, там было Десять человек There were There were Это в прошедшем времени Конструкция была Во множественном числе Мы используем There were There were ten people There were ten people Person Единственное число A person В множественном числе People There were ten people И number Действительно вопрос К вам такой What's your Favorite Number Какое ваше Любимое число Это очень интересно What's your Favorite Number What's your Favorite Number Я думаю Всех это разное Может совпадать What's your Favorite Number Okay Eight Nine Ten Number I have Eight Pencils I have Eight Pencils She made Nine Mistakes There were Ten People What's Your Favorite Number Окей Мы с вами сделали Огромный рывок Это вот начало Я думаю Что много вам было Знакомым Но На самом деле Сейчас мы еще все повторим Обязательно Посмотрите повторение Это очень важно И далее Благодаря вашей поддержке Двинемся К следующим частям Это была часть 1 И мы вот на пути К Питлу К вершине Десять тысяч Английских слов Ten thousand Thousand Это тысяча Ten thousand English Words Окей Сейчас у нас будет повторение С вами Итак Revision Повторение Будем только на английском Все повторять Так что Я думаю Это очень хорошая практика Как раз для аудирования English Speak Understand I speak English I can speak English Very well Do you speak English? Can you speak English? I speak Spanish I speak Russian I am from Russia I understand you It's wonderful Do you understand me? Yes No I Do you speak English? Yes No I am from Russia Yes No I live in California I go to work I study English with you With great pleasure We You They I like English It's obvious I'm sure you can see it We like English Do you like English? Certainly Of course They study at school He She It He lives in Russia She works very hard It's very interesting It's a good idea to record this video course Want Go See I want it I want to speak English very well Let's go I go to work I go to school I go to university I see it I see I understand Read Write Travel I read English books I often write in English I often travel I want to travel around the world Traveling Get Know I like traveling Traveling is my hobby I get a good salary I get a good salary I get up very early I know the answer I don't know Think Come Use I think this lesson is very interesting I think so What do you think about this problem? Come to me I want to tell you that I use the internet every day Have Has Be I have a house I have a flat I have a brother I have a sister He has free time She has this book Am I am Is He is She is It is Are We are You are They are Present simple It is interesting I am at home We are so happy that we are together Not And But I am at home I am not at home We are at work We are not at work We aren't at work I like cheese and fish I learn English Come to me I study English for pleasure I study English to find a better job I get up at 7 o'clock in the morning I am at home I am at school I am at work This is for you This video course is for you With that do I am with you I can help you I know that you need English Present simple I do it very well Do I do it well? Do you do it well? Do we do it well? Do they do it well? Do you know it? Does Make Don't Does he know it? Does she know it? Does it often happen? Present simple I do my homework almost every day She does it perfectly He often makes mistakes I don't know Doesn't What Where He doesn't go to university He goes to work What do you know about that? What books do you read? What kind of books do you read? Where is it? Where do you live? I live in Moscow Why How Much Why do you study English? How are you? Fine Thanks And you I'm fine too How much is it? How much Does it cost? He doesn't have much money Many Had Did She doesn't have many friends I had One hundred dollars I do it well Past simple I work I worked I did it well Did you do it? Did you call her? Say Pay This Say it again He said it very loudly I'll pay for you Don't worry I like this idea But I don't like that one These Those From I like these lessons I don't like those lessons Very from I'm from Russia Of My Your She's afraid of him I'm fond of English I love English I enjoy English This is my point of view This is your book Our Their His This is our house Their car is very expensive Their car is very cheap It's his idea Her It's me It's me This is her bag Give it to her The company is very successful Its employees are very happy Tell me about that problem It's a good idea It's a bad idea Us Them Him Give it to us please Bring it to them I saw him yesterday Near As By He is near the house As for me I enjoy teaching English It's never boring for me This example is as good as that one The book was written by him All Will If All people know it I will do it I will learn English And this channel will help me I'm sure If I study English every day I feel some satisfaction Want Haven't Hasn't I will do it I'll do it I will not do it I won't do it I have a brother I don't have a brother I have got a brother I haven't got a brother She hasn't got a house Present perfect He hasn't done it yet Didn't Wasn't Weren't Post simple I went there I didn't go there I didn't do it I wasn't at home He wasn't at home She wasn't at home It wasn't at home We weren't at home You weren't at home They weren't at home It wasn't a very good idea Up Down One He climbed up the mountain Our sails Went up The turnover Went down I have one question I have a question Two Three Four I have two cars I went to work I have three sisters I have no free time He got a four This is for you Five Six Seven I got a five I'm so happy I have six pens This is number seven It's my favorite number Eight Nine Ten Number I have eight pencils She made nine mistakes There were ten people What's your favorite number? Okay Thanks for watching Спасибо, что смотрите За вашу поддержку Я всегда это очень ценю Не прощаемся Если вы одобрите данный видеокурс Данное, можно сказать, данное начинающее Начальное видео Первое видео из ценного цикла Конечно, я буду скорее записывать следующее видео It's very important Это очень важно It's very important for all of us Для всех нас Okay Bye See you soon Субтитры сделал DimaTorzok